Друзья, всем привет! Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ольга. Питомник мой находится в Удмуртии, город Глазов. Вот начну свой обзор с ванилы фрая с 10-литровым контейнером. Вот такая красотка уже начинает окрашиваться. Со свете ванилы плотные. Начинает она вот с такого вот молочного оттеночка. И затем переходит в белый и потом окрас, переходит уже согласно сорту в розовый оттеночек. Здесь у меня стоят контейнеры трехлитровые. Нынче из-за холодного мая цветение задерживается немножко. Ну вот они. Ну ничего, тем не менее, они вот начинают набирать цвет. Это у нас... Сейчас я не увижу, что за сорт. Вот. Вот такие. Это санда и фрайс. Видно уже по листу, да? Слез такой у нее. А это, если интересно, сейчас мы заглянем. Кто там? А это, друзья мои, Magical Candle. Волшебная свеча. Тоже очень красивая. Замечательная гортензия. Никогда не подведет. Рабочая такая лошадочка. Такой рабочий вариант. Без плясок, без танцев, с бубнами. Цветет, растет. Хорошо все с ней. Ну а это уже саженцы. Это ванилла фрайс. Саженцы в контейнерах 0,5. Посмотрите, они уже приобрели осенний окрас. У нас уже... Ну, во-первых, они уже переросли этот контейнер. Посмотрите, сейчас я вам покажу. Вот, посмотрите. Видите, да? Уже основание какое-то толстое. Саженцы уже давно просятся в контейнер побольше. Или в землю. То есть это вот... Зачеренкование не этого года. Очеренкование прошлого года. Мощный саженец. Он хорошо стартанет уже у вас. У вас уже на месте прям хорошо стартанет уже. Вот даже некоторые начинают... Пытаются вот зацвести. Саженцы уже, посмотрите, полностью вызрели. Посмотрите, какое у них основание. Это уже взрослые, друзья мои, кусты. Вот они уже какие. Все мощные. Зимованные эти саженцы. Так что не нужно бояться. Их можно смело высаживать. Они уже зиму вас переживут. И начнут вас радовать следующий год уже прям цветением. Вот они уже все. Видите, да? Это граффити у нас. Все уже вот цвет набирают. Ну, а вот это вот черенкование. Саженцы черенкования этого года. Это у нас растет... Не знаю, кто. Сорт перепутан. Это у нас будет такой красивый банфаер. Банфаер, посмотрите, да? Тоже уже основание деревянное. Вот, наверное, его тоже можно уже вкладывать в каталог. Это Роял Флауэр. Вот такие саженцы уже. Тоже с деревянным основанием. Скайфолк. Посмотрите, тоже деревянный, да, уже. То есть это черенкование этого года. Отличаются, да, саженцы от тех, которые я вам ранее показывала. Ну, вот это вот металлика. Я уже ее узнаю по кусту. По листу, вернее. Вот так вот выглядят саженцы. Выглядят. Тоже уже основание деревянное. Они не очень высокие. Они уже завершковались в этом году. Видите, да, уже нету. Дальше не растут уже в этом году. Ну, после обрезки весной они у вас хорошо стартанут. Вот такие деревянненькие. Сейчас посмотрим корневую у них. Ну, вот такая корневая. Ком уже оплетен. Эти саженцы уже хорошо перезимуют. Вот такие малыши. Но в каталоге их пока, друзья мои, нет. Я их буду отправлять по договоренности. Кто захочет, тот и купит. Ну, и проверим еще малышей. Малыши прекрасно себя чувствуют. Череночники развиваются согласно своему возрасту. Вот это вот более раннее черенкование, да, стоит на заднем плане. Это более позднее черенкование. Все они останутся зимовать тут. А сейчас я вам еще покажу свою ошибку. Вот, посмотрите. Цветет, старается. Не листочка, не пенечка, ничего нет. Это у нас... Это у нас литл альф. Ну, так цветет. Это, знаете, в чем ошибка? Это был взят макушечный череночек. То есть он не даст продолжения. У него не будет продолжения. Вот он так отцветет. И, я думаю, он канет в лету, этот черенок. Ну, посмотрим, дадим ему шанс процвести. Хлеба он не просит. Пусть стоит со всеми вместе. Ну, а сейчас пробежимся по гортензиям, которые стоят у меня на участке. Пастель грин. Пастель грин цветет, начала окрашиваться уже. Красивая, замечательная гортензия. Посмотрите, бабочки. Соцветия. Соцветия сантиметров 30 высотой. Очень красивая, достойная гортензия. Красавчик фантом. Могущественная гортензия. Красивая тоже. 35 сантиметров мы сегодня мерили. Специально так соцветия. Вот такие вот. Очень узнаваемые у него цветы. Да? Вот такая красота. Тоже это очень высокая. Фантом может достигать 3 метров. Друзья, высоты. Если кому-то нужно на задний план или в качестве живой изгороди, я очень рекомендую. Земостойкая гортензия тоже не требует плясок. Зацветает одна из первых, одна из ранних. Ну и хочу завершить свой сегодняшний обзор. Я гортензия ванилла фрайс. Посмотрите, какая красотка. Белая пышная пена. Люблю эту гортензию именно в белом цвете. Соцветия у нее прямо вот. Посмотрите. Тоже очень хорошее, большое, высокое соцветие. Эта гортензия повзрослела. В этом году она не заваливается, держит себя прекрасно. Друзья, слушайте, я снимаю. И прямо здесь такой аромат от этой медовой травки. Алису. Очень ароматно. Ну вот. Вот так вот хотела показать вам. Прибежалась быстренько по гортензиям, по саженцам. Подписывайтесь. Ссылочку на магазин я оставлю в своих закрепленных комментариях к этому видео. Переходите в комментарии. Там будет ссылка на группу в Телеграм, ссылка на группу ВКонтакте и ссылка на мой магазин. Продолжение следует. Продолжение следует...